Михаил Зощенко. Аристократка. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мовсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне не баба вовсе, а гладкое место. А я в своё время, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре-то всё и вышло. В театре она и развернула свою диалогию во всём объёме. А я встретился с ней во дворе дома на собрании. Гляжу, стоит ли такая фря. Чулочки на ней, зуб золочёный. — Откуда, — говорю, — ты, гражданка, — из какого номера? — Я, — говорит, — из седьмого. — Пожалуйста, — говорю, — живите. И как-то она мне ужасно понравилась. Здесь зачастил я к ней седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. — Девушка, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и в уборной? — Действует? — Да, — отвечает, — действует. А сама кутается в байковый платок и не мур-мур больше. Только глазами стрижёт. И зуб во рту блестит. Походил я к ней месяц. Привыкла. Стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод. — Спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше — больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Прямую её под руку и волочусь, что щука. И чё сказать не знаю, и перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит. Что вы, говорит, меня всё по улицам водите? Аж голова закружилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили меня бы, например, в театр. — Можно, говорю. И как раз на другой день прислали какому-нибудь ячейку билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь жертвовал. На билеты я не посмотрела, они разные. Который мой внизу сидеть, а который Васькин аж на самой галерейке. Вот мы и пошли, сели в театр. Она села на мой билет, а я на Васькин. Сижу на верхотуре и нихрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то её вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошёл. Гляжу антракт. Она в антракте ходит. — Здравствуйте, — говорю. — Здравствуйте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? — Не знаю, — говорит. А сама в буфет прёт. Я за ней. Ходит она по уфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда. На блюде пирожные. А я и таким гусём, и таким буржуем, нерезанным, вьюсь вокруг неё и предлагаю. Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу. — Мерсей, — говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп, с кремом, и жрёт. А денег у меня кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных она кушает. А я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с гульки нос. Съела она с кремом. Соп — другое. И я аж крякнул. И молчу. Взяла меня и такая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалера не при деньгах. Я хожу вокруг неё, что петух. Она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? Она говорит, нет. И берёт третий. Я говорю, натощак немного ли? Может, вытошнить? А она нет, говорит. Тут мы привыкшие. И берёт четвёртая. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, в зад. А она испужалась, открыла рот. А в арте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Всё равно, думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чёртовой матери. Положила она назад. А я говорю хозяину. Сколько с нас заскушены три пирожных? А хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет. С вас, говорит, заскушены четыре штуки столько-то. Как, говорю, за четыре, когда четвёртое в блюде находится? Нету, отвечает. Хотя оно и в блюдце находится, но надкус своём сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно. Перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы. Всякое, конечно, барахло там на пол вывалилось. Народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю. Сосчитал деньги. В обрез. До четыре стуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме. Докушивайте, говорю, гражданка. Заплачено? А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушал сволочь. За мои деньги. Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой. А дома она мне и говорит. Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение. Так мы с ней разошлись. Не нравятся мне аристократки.